здравствуйте приветствую вас сегодня я продолжаю свой цикл привожу свою коллекцию в порядок на улице у нас пасмурно идет дождь на первых минутах своего видео сразу хочу попросить у вас совета я 13 сентября получила посылку от ивана соболева и заказала такую церапегию андерсене и понимаете я не могу ее укоренить посоветуйте как правильно коренить стала смотреть в интернете информацию как укоренить церапегию все пишут что стараются купить уже укорененную потому что укореняется на очень сложно следующим этапом моей работы будет вот такая это здесь 5 черенков стояли у меня на укоренении посылочка тоже была от ивана соболева но получила я ее 13 августа то есть прошло чуть больше месяца где-то полтора уже до август 13 сентября месяц и так как сейчас уже почти два месяца черенки принялись хорошо котеледон арбикулата у меня развалился то есть все листочки опали и остался вот такой череночек но он укоренился было три листочка еще один отвалился и осталось два но теперь вроде бы он уже зацепился хорошо листочки котеледона не дают деток все это знают это одно из тех растений которые не размножается листом все всю свою пересадку я сделаю за кадром потому что ничего особенного в этом нет грунт какой я уже показывала пересаживать берем насыпаем землю в горшочек и присаживаем туда растения вот такую красавицу я купила в магните продуктовом магазине просто возле кассы стояла вот такая красотища но ее я пересажу видите как всегда это торфяной грунт ну в общем нужно ее пересадить вот сегодня я пересажу вот такую красавицу еще теперь все кто меня смотрят дальше хочу показать вот это растение которое я кромсала думала что она тянется но она действительно была тоненькая такое это красула кармбулоза и в общем то я уже хотела ее выбросить но увидела очень большую тягу к жизни вы посмотрите какие цветочки вот эти цветочки они даже меньше чем головка от спички но она цветет поэтому выбрасывать я ее не буду возможно может быть еще раз так пересажу или же оставить мне ее в покое тоже посоветуйте мне пожалуйста вот видите еще собирается цвести вот ну цветочки это вообще я когда увидела эти цветочки ну какая тяга к жизни несмотря ни на что она все равно еще даже и цветет есть у меня вот такая-то дисканция которую мне жалко выбросить но у нее изменились условия содержания вот что с ней произошло знак не я ее не могу держать подвесить не смею чтобы она получала свет тоже не получилось из-за конечно нехватки места из-за моей жизненной ситуации но выбрасывать мне ее жалко я обрежу вот эти все побеги поставлю их водичку на укоренение потому что традисканция хорошо в воде укореняется ничего я бы от этого не будет вот поэтому вот так буду ее сегодня пересаживать и еще у меня если останутся горшочки то я посажу некоторые кактусы которые я получила по обмену от лены из кит вот в таком виде у меня сидят череночки которые я получила от лены кстати переходите на канал кактусы компания лена привела свою коллекцию в порядок у нее образовались излишки можете купить кому нужно недорого у нее новый стеллаж вот смотрите вот эти кактусы ну что-то если место найдется вот такие у меня получились как бы питомнички пока временные но я все посажу все посажу это так понятно что все посажу ну все друзья приступаем к работе в конце видео будет отрезочек которым я вам покажу все как я пересадила стала пересаживать покажу вам ситуацию с арбикулатой вы знаете я не скажу что он погиб не скажу что здесь что-то загнилось или что-то но корней нету представляете вот даже мне показалось что там середка даже проклевывается но корней нет возможно и ему еще больше нужно времени сейчас посажу его в маленькую в маленький стаканчик и буду ждать неужели загнется ну вот пересадка закончилась смотрите вот такая мамелярия бакасана это я ее запомнила больше всех вот котеледончик посадила вот в такой маленький горшочек вот сюда посадила это либо алоэ либо хавортия я не знаю что это вот такая по моему пульви оливер на кончиках она была красная и недостаток у пушистых то что она к ним прилипает земля со страшной силой я ее как бы аккуратно их пересадить не смогла эхиверия ситоза минор потянулась немного но у всех у них вот у этих эхиверий корневая была хорошая прям такая граб то питом парагвайский скажу я вам он такой хрупкий я уже у него два листа от оторвалась у меня но либо же это у меня от какого-нибудь переизбытка влаги или чего-либо же он такой сам по себе хрупкий этого я еще не знаю подскажите вот это все что у меня было по горшкам вот и стогнул красаву и хавортию я посадила в 1 в один горшочек вот этого кактуса я тоже помню название хинопсис я потом подпишу у меня есть картотека вот и здесь у меня несколько кактусов очень маленьких вот здесь смотрите какой с колючками это все я потом пересажу конечно же очень много нужно горшков даже я бывает прихожу в магазин а там нет такого количества например я хочу купить 10 а у них только пять спрашиваю девочки может быть у вас есть в складе у нас нет склада отвечают ну я естественно хожу в те магазины которые поблизости со мной они по городу конечно можно найти вот ради сканцию обрезала пересажу ну что делать не умеет жалко выбросить ну вот на этой ноте заканчивая свое видео подписывайтесь не забывайте на мой канал очень рада прибавлению подписчиков ну и конечно все мы знаем что сейчас наши длинные видео смотрят плохо приходится иногда на свой канал загружать какую-нибудь наверное назову я это ерунду прошу меня за это извинить чтобы хоть как-то привлечь зрителей пока пока